Владислав Вацлавович Дворжецкий Родился 26 апреля 1939 года в городе Омск в актерской семье. Его отец Вацлав Янович окончил театральную студию при Киевском польском театре. Мать Таисия Владимировна была балериной. Родители Владислава познакомились в Омске в 1938 году, где Вацлав Янович после 8 лет отсидки за контрреволюционную деятельность отбывал ссылку. Через год появился сын, а осенью 1941 года Вацлава Яновича арестовали во второй раз. Во время этой отсидки Вацлав Дворжецкий познакомился с вольнонаемной служащей, и на свет появилась девочка, которую назвали Татьяной. Так у Владислава появилась сестра. Между тем Таисия Владимировна не смогла простить мужу измены и в 1946 году, когда Вацлава Яновича освободили, подала на развод. Однако чинить препятствия в общении отца и сына не стало. Когда в самом начале 50-х Вацлав Янович женился в третий раз на актрисе и режиссере Риве Яковлевне Левите, 11-летний Владислав подружился с ней и стал называть ее «Моя любимая мачеха». В конце того же десятилетия Вацлав Янович и Рива Яковлевна переехали в Саратов, где устроились на работу в местный драматический театр. Вместе с ними переехал на Волжские берега и Владислав. Однако их совместная жизнь там продолжалась недолго. В один из дней, не предупредив домашних, Владислав внезапно исчез, но сразу прислал письмо, в котором сообщил, что он уехал в Омск и там поступил в Омское военно-медицинское училище, которое окончило в 1959 году. Вскоре военная служба занесла Дворжецкого на Курильские острова. Там он честно отслужил в армии два года, а когда пришла пора увольняться, решил никуда не уезжать, остался на Курилах. Устроился работать заведующим аптекой, женился на девушке по имени Альбина. В этом браке у него родился сын Александр. Однако жизнь у молодых не заладилась, и они расстались. Владислав вернулся к матери в Омск. Мать посоветовала ему пойти в только что открывшуюся студию при Омском детском театре. Так Владислав Дворжецкий впервые всерьез соприкоснулся с театром. Между тем, в 1960 году у Вацлава Дворжецкого родился второй сын Евгений, который впоследствии тоже стал известным актером. Закончив студию, в 1965 году Владислав Дворжецкий был зачислен в труппу детского театра. Вместе с ним туда же была зачислена и его вторая жена Светлана Васильевна Пиляева, с которой он познакомился во время учебы в студии. В этом браке в 1968 году родилась дочь Лидия. К концу 60-х карьера Дворжецкого в театре складывалась не слишком благополучно. Главных ролей в репертуаре актера почти не было, и ему приходилось довольствоваться одними эпизодами. В 1968 году в Омский детский театр приехала ассистент режиссера СМОС-фильма Наталья Коренева. По просьбе режиссера Самсона Самсонова она искала актеров для фильма «Каждый вечер в 11». Дворжецкий показался ей пучеглазым и смешным, но она на всякий случай попросила дать ей свои любительские фотографии. Тот дал, в душе почти не надеясь на успех. Так оно собственно и получилось. В фильм Самсонова его не взяли. Однако прошло всего лишь несколько месяцев, и фотографии Дворжецкого случайно оказались в руках у режиссеров, Алова и Наумова, которые приступали к съемкам фильма «Бег». Лицо актера им показалось интересным, и они вызвали его на пробы. При первой встрече режиссеры предупредили меня, не стесняйтесь, будем вас разглядывать. Пробовали на роль Голубкова, потом на роль начальника контрразведки Тихова, а я целый месяц маялся в Омске ожиданием, и все на что-то надеялся. Наконец, свершилось, был вызван вторично. Догадка моей жены подтвердилась. Поручили роль Хлудова. Все они здесь, все. Все вокруг меня. Я примирился. Но мне непонятно, ты. Как отлепился ты от длинной цепи мешков и фонарей. Как ушел от вечного покоя. Ведь вас было много, ты был не один. Помяни, помяни. Работа над ролью началась с невероятно сложной сцены в салоне поезда. Было ужасно страшно. Пережил и это. И потекли дни работы изнурительной и радостной, говорил актер. Почти одновременно с утверждением Владислава Дворжецкого на роль белогвардейского генерала Хлудова, в кино состоялся и дебют его отца, Вацлава Дворжецкого. Причем, так же, как и сын, он играл врага, шефа германской разведки Лансдорфа в фильме Владимира Басова «Щит и меч». Едва были завершены съемки в беге, как Дворжецкого пригласили в еще одну мосфильмовскую ленту «Детектив». «Возвращение святого Луки» режиссера Анатолия Бобровского. И вновь актеру досталась отрицательная роль. Вор-рецидивист Карабанов по кличке Граф. Вы не имеете права покидать меня в такую минуту? Имею. Я что и дело сделал? А вот играть в петушка с вами на тюремной параше желание не испытываю. Так что я вам советую, уберите червонца, пока он не открывается. Николай Иванович, дорогой, ну сами посудите, дикость? Мы же цивилизованные люди. Ну можно ли так вот сразу взять и убрать? Нужно. Первоначально на эту роль предполагалось пригласить Георгия Жженова. Однако мосфильмовское руководство, считая его актером глубоко положительным, запретило ему играть бандита. Пусть этого графа сыграет кто-нибудь из молодых. Таков был вердикт начальства. И на роль пригласили никому еще неизвестного Владислава Дворжецкого. Фильмы «Бег» и «Возвращение святого Луки» вышли на широкий экран в один, 1971 год. С этого момента имя Владислава Дворжецкого стало известно миллионам. В этом же 1971 году Андрей Тарковский пригласил Дворжецкого на эпизодическую роль пилота Бертона в картину «Солярис». Весной 1972 года Дворжецкий приступил к работе в фильме режиссеров Альберта Макарчана и Леонида Попова «Земля Санникова». Он должен был сыграть роль политического ссыльного Александра Ильина. Несмотря на то, что съемки этой картины сопровождались непрерывными скандалами и атмосферу на съемочной площадке порой трудно было назвать творческой, фильм чрезвычайно понравился публике. Параллельно со съемками «В земле Санникова» Дворжецкий снимался еще в двух картинах – «Зарубки на память» и «До последней минуты». Среди ролей Дворжецкого, которые можно смело записать в его положительный актив, стоит назвать следующие – «Летчик-испытатель» в фильме «За облаками неба», «Комбат Никитин» в картине «Возврата нет», «Капитан Немо» в одноименном телефильме. Последней работой актера в кино была роль чиновника Лобанова в картине Валерия Кремнева «Однокашники», которая вышла на экраны в 1978 году. Между тем, по рассказам людей, близко знавших Владислава Дворжецкого, его в ней кинематографическая жизнь оставляла желать лучшего. Владислав находился в Москве, семья актера оставалась в Омске. Сам он в столице скитался по друзьям и долгое время оставался без прописки. А уж жену и дочь ему вовсе некуда было забирать, да и денег вечно не хватало. Поэтому Дворжецкий хватался за любую работу, соглашаясь сниматься даже в заведомо слабых картинах. В результате семья распалась, и Владислав снова остался один. Но очень скоро, устав от непрекаянности, он женился на красавице-манекенщице Ираиде. Этот брак просуществовал всего полтора года, и даже появление на свет сына Дмитрия семью не спасло. Актер по-прежнему скитался по чужим углам и старался помогать всем своим детям. Только в конце 70-х, когда Дворжецкий женился в очередной четвертый раз на Наталье Литвиненко, когда его взяли в труппу театра киноактера, и когда у него появилась возможность разъезжать с концертами по стране от бюро кинопропаганды, его жизнь стала понемногу налаживаться. Осенью 1977 года он, наконец, сумел купить себе трехкомнатную кооперативную квартиру в одном из спальных районов Москвы. Вызвал туда из Омска свою мать, старшего сына Александра. Однако насладиться покоем и счастьем в кругу близких Дворжецкому было уже не суждено. Актер не раз мог умереть. Еще на съемке «Бега» он должен был отправиться на поезде, попавшем в итоге в катастрофу и унесшем десятки жизней. Однако опоздал на тот роковой рейс. Уцелел Дворжецкий и в ДТП в мае 1976 года, а через два года его невероятное везение рассеялось как дым. Первый звоночек прозвучал в 1977 году, когда Дворжецкий был в Ялте на съемках фильма «Встреча на далеком Меридиане». 29 декабря он попал в больницу с сердечным приступом, и врачи просто обомлели после обследования. Как выяснилось, актер к тому моменту перенес на ногах два инфаркта. После этого актер вынужден был встречать Новый год в больнице. В феврале 1978 года его выписали, предупредив о том, что ближайшие месяцы должны пройти для него под знаком абсолютного покоя. Однако на то, чтобы сидеть дома и вязать это было любимое занятие Дворжецкого в минуты отдыха, актера хватило всего лишь на полтора месяца. Уже в апреле он вновь отправился в поездку по городам страны от бюро кинопропаганды зарабатывать деньги. Родные ожидали увидеть его дома не ранее июня, но он внезапно объявился 24 мая. На удивленный вопрос сына, что случилось, Дворжецкий коротко ответил, просто соскучился. Это была последняя встреча Дворжецкого с близкими, когда те видели его живым. Через два дня он уехал в Гомель продолжать выступление перед зрителями. 28 мая 1978 года Владислав Дворжецкий скончался в номере Гомельской гостиницы от очередного инфаркта. Артисту было 39 лет. Похоронили Владислава Дворжецкого в Москве на Кунцевском кладбище. По злой иронии судьбы брат Владислава Евгений ушел из жизни тоже в 39 лет. Он погиб в автокатастрофе 1 декабря 1999 года. Большая просьба оценить данное видео. Если вам понравилось, то ставьте лайк, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!